всем привет дорогие друзья с вами я и вы со мной и вместе мы с вами шо комьюнити ольбиона здравствуйте на самом деле сегодня снова интересная тема как мне кажется гляньте какую клевую я себе купил бутылку с водой здесь полтора литра я ее взял чтобы спортом заниматься но вообще она еще и для компа отлично подходит я теперь постоянно пью водически из нее помню тема в общем ребятки ладно а сегодня мы с вами поговорим о довольно интересной теме мне кажется она конечно больше ориентирована снова на новых игроков в альбионе но может быть кому-то из опытных будет также интересно послушать это на фоне и высказать свою точку зрения опять же с какой целью я делаю подобное видео я не самый главный эксперт все я альбиона я не играю на всем оружие в совершенстве далеко на всем оружие не играю в совершенстве и вы это знаете поэтому вы можете писать в комментариях какие оружие вы используете где они используются иногда на протяжении этого видеоролика и я буду задавать вам такие вопросы просьба помочь людям в комментариях потому что я уверен что новые игроки которые будут смотреть этот ролик они будут чекать комментарий а там будет ваш вот именно твой конкретный коммент где ты расскажешь о каком-то оружии что-то большее что о нем расскажу я какая сегодня тема как вы уже поняли из названия ролика я расскажу о неиграбельном оружии в альбион онлайн на текущий момент просьба сравнивать эту дату по ролику посмотрите когда он был залит если вы смотрите это в 2077 году то я думаю что ваши импланты довольно неплохо сохранились если могут воспроизводить подобный видео формат ладно если серьезно то посмотрите потому что мета меняется но сейчас она вроде более менее стабильная и глядя на in the apache который должен скоро выйти на live ничего особо прям сильно не поменяется в ближайшее время сегодня я буду смотреть каждую ветку оружия и вкратце рассказывать о том какое оружие норм и где она играет и какое оружие не норм и какое брать сейчас не стоит для того чтобы вы когда будете выбирать себе оружие вы такие блин парные кинжалы они же черт возьми выглядит мега круто я буду играть с парными кинжалами вы качаете их неделю с друзьями ходите а потом заходите например ко мне на стрим и говорит дэйв подскажи мне какой-то билд вот на парные кинжалы а я вам говорю но парные кинжалы братан они нигде не играют сейчас и ты такой вот чтобы такого не было я думаю что данный видеоролик нужен на канале мы переходим в игровой режим перед тем как мы начнем как обычно прошу поставить вас лайк под этим видеороликом комментарии как я уже сказал ребят пишите особенно опытные игроки и зрители моего канала я думаю что новички которые будут попадать на данный видос как я уже сказал по вашим комментариям смогут узнать о каком-то оружии больше я сразу хочу сказать перед тем как мы начнем также небольшое уточнение я не шарю в холи посохов это посохи на хил и я абсолютно не шарю практически за друида я постараюсь сказать то о чем я знаю но попрошу вашей помощи в этом вопросе новичкам рассказать где какие посохи играются и вообще не играются в этом плане именно на хилах вот сегодня оружие если пойдет и зайдет вам такой формат по метрике то я сделаю такой же ролик про всю броню в игре ну а мы с вами переходим лайки подписки также не забывайте о том что можете оформить платную подписку от 49 рублей не забывайте о ежемесячной подписке и поддержке канала на патреоне все ссылки будут в описании спасибо за регулярную поддержку моего контента поехали а жизнь кипит в городе лимхерст как много людей бегает блин так фпс последнее время просаживается я уже думаю надо запиливать отдельный видеоролик потому что играть уже становится совершенно по моему анрил и все по моему уже жалуются на постоянные фризы лаги и я не знаю что случилось потому что рождественские праздники вроде как подходит концу а призы не уменьшаются реально что ли игроков так много пришло что игра не справляется давайте перейдем к теме нашего ролика я открываю сразу ветку оружия ветку destiny board где вся ваша прокачка ребят я сразу скажу о том что обязательно посмотрите ролик про свободный опыт и как он работает подсказку если не забуду помещу здесь если что это есть в подкастах по моему и в гайдах у меня в общих гайдах плейлистах потому что так или иначе я буду разбирать ветки и когда вы смотрите ветку еще раз скажу для новых игроков вы для максимального профита должны будете апнуть сотые мастерки то есть сотые ношения в каждой отдельной ветке потому что каждая подветка добавляет видите 0,1 к мощности всех одеваемых мечей поэтому максимально прокачанная ветка мечей например это когда все вот эти вот мечики выкачаны в сотку но поскольку некоторое оружие является действительно малоиграбельным вы будете скорее всего качать это через свободный опыт подробнее в видео которое есть у меня на канале итак начинаем с ветки мечей ветка мечей это довольно крутая ветка потому что она играет практически в любом аспекте игры и должен сразу отметить что я люблю эту ветку говорить брать новичкам потому что если вы любите ближний бой мечи они сейчас играют любом аспекте игры здесь почти все оружие играбельно за исключением возможно парных мечей потому что парные мечи сейчас изметы все-таки по юзабельности как-то выбиваются исключением являются скипы карабтов но это слишком опционально пройдемся итак все оружие в ветках мечей играбельно я бы не сказал что в ветке мечей есть какое-то неиграбельное оружие так или иначе любое оружие из данной ветки оно будет где-то использоваться даже как я уже сказал парни и мечи можно использовать для того чтобы скипать карабты если вы новенький игрок вы потом узнаете что это такое просто чтобы ролик не растягивать да тоже эти мечи используются в определенных ситуациях как я сказал вы в альбионе выбираете не конкретное одно оружие вы выбираете целую ветку потому что я например вот играю сразу на ветке кинжалов ветки мечей и так далее и я понимаю что если я захочу максимально прокачать эту ветку сотые мастерки должны быть в любом оружии и я буду выбирать из всех видов мечей они из какого-то одного типа вот поэтому палаш клеймор играется в карабтах один на один царетворец новое оружие вроде как играет в 5 на 5 в лоу скейле возможно даже в завзе дуалы можно скипать королевский это завзе плюс пве меч резни вообще посмотрите моего коллегу экварта он на этом мече убивает и в опен ворлде и в карабтах где только не убивает на мечах резни и галатины мега красивые вот эти минши они играют в завзе поэтому везде ветка мечей актуальна плюс много билдов которые подходят именно соло игрокам мое рекомендация вам как говорится следующая ветка который мы разберем это ветка топоров топоры после недавнего обновления стали еще лучше в пве сегменте плюс они стали что-то мочь в плане один на один пвп в целом ветка топоров как я считаю одна из лучших веток для того чтобы начинать соло игроку особенно если вы играете в пве контент потому что для пве топоры буквально созданы одни из самых лучших фармил в этой игре и все кто хочет быстро проходить подземелье они чаще всего выкачивают топоры обычный одноручный топор играется сейчас в карабтах и в принципе используется в пвп каком-то один на один и так далее сейчас двуручный топор точнее он же большой топор это так сказать начало всех начал фарма в этой игре я до сих пор на нем считаю самым быстрым фарм соло подземелий разрушитель миров после изменения пассивочки теперь текущее здоровье противника при использовании автор шока снижает максимальное здоровье цели на 20 процентов также можно фармить соло данжи при этом можно даже что-то подумать через карабты тоже играбелен алибарда это вообще мастхэв в каких-то лоу скейл смолл скейл пвп в завз можешь использовать в 5 на 5 хеллгейтах используются алибарды это наверное главный амбассадор пвп именно группа на группу в этой игре падальщик также можно использовать но используется чуть реже еще бы немного и я бы мог сказать что в ветке таборов падальщик совсем не играет но иногда в некоторых ситуациях его можно юзать адская коса играется также в пве многие даже бегают с ней вместо большого топора хотя я до сих пор считаю что большой топор эффективнее на несколько процентов но адская коса также эффективна для фарма пве активностей и наконец медвежьи лапы это играет и в пвп и при этом еще вы можете также как и на парных мечах которых речь шла до этого скипать проклятые подземелья зарабатывать на текущий момент довольно много денег за счет этой активности переходим к следующему к следующей ветки оружия и так и в мечах и в топорах все оружие у нас играбельно хорошее можете брать переходим к булаве булава а на самом деле здесь тоже все практически играбельно зависит от ситуаций какая-то ну какие-то пушки будут использоваться реже какие-то пушки будут использоваться чаще какие-то в звз какие-то в лоске или какие-то даже в коррапте де но единственная неиграбельная пушка, которую вы можете вообще забыть, как страшный сон на текущий момент, это каменная булава. Сколько я не играю в Альбион, я еще ни разу не видел, чтобы каменная булава кому-то нахрен была нужна в этой игре. Значит, почему она не нужна? Отличается только Ешка. Ешка у нас сила природы. Раскалываем землю по прямой перед нами, сотворяя неприступную стену из ветра на 4 секунды. Враги, которые коснутся этой стены, будут отброшены 18 метров назад. Игнорируют сопротивление контролю. Кроме того, стена вызывает агрессию мобов. Равно, помойка, не знаю, напишите, может быть, в каких-то ЗВЗ используются, но я не видел. Поэтому каменная булава объективно не нужная пока что оружие в ветке булав. Вам придется ее качать свободкой, если вы будете качать булавы. Ну, вообще булавы вы вряд ли будете качать, если только вы не ходите в групповые активности на роли инициатора и танка. Но там вам объяснят, что вам нужно брать и зачем. То же самое касается ветки молотов. Но здесь у нас неиграбельно... Вообще они даже на одном и том же месте находятся. Здесь каменная булава, а если мы берем ветку молотов, то в принципе она также играбельна для инициаторов. С недавних пор в подземельях один на один работает отлично могильный молот, который зарекомендовал себя как самый душный, самый стабильный на текущей мете билд для набивания очков инфейма и дропа. То есть, если мы зайдем в рейтинг по текущему бесчестью в подземельях один на один, открываем первое место, смотрим его убийства. Это, кстати говоря, топоры, которые, как я уже говорил, не используются, но чувак в них, видите, играет. Поэтому даже вон используется. Как хорошо, что я сейчас в этот пункт зашел. Ну вот, второе место. И вот, пожалуйста, этот билд через могильный молот. То есть, молотки тоже все игры. Я могу сделать вывод, честно вам скажу, давайте так скажу, как я считаю. Человек вот с одним миллиардом использует данные молотки в каких-то хеллгейтах. Возможно, это 2 на 2 хеллгейты. Возможно, это 5 на 5 хеллгейты. Но я честно не встречал, чтобы данные молотки использовались часто. Поправьте меня, если я не прав. Я сейчас довольно мало хожу в 2 на 2 и 5 на 5 хг. Ветка молотков все так же хороша для инициации, как у булавы, для танков. Играются вообще хранители рощи Must Have в ЗВЗ. Одноручный молоток больше для Small Scale. Редко вижу, чтобы его использовали на самом деле. Большой молот инициация. Длань правосудия. Новая Ешка, новое Авалонское оружие также играются в ЗВЗ и в крупномасштабных сражениях. Чекан тоже играется. Ну и, как мы видели, только что хотел сказать, что молотки кузни тоже нафиг не нужны, но, как мы видим, играются. Так что все играются в ветке с молотками. Переходим дальше. Боецы с Арбалетом. Ветка Арбалета, в принципе, также является, ребят, довольно годной. Я ее могу порекомендовать, наверное, каждому игроку, который так или иначе планирует играть на Range DD оружие. Для новичка вообще очень крутое оружие, на котором можно сразу вкатиться в Альбион, понять, что к чему, и быстро освоится. Потому что это Арбалет, он и в Африке Арбалет. Быстрое понимание того, что от вас требуется, и быстрая какая-то адаптация к геймплею гарантирована на ветке Арбалета. Из того, какие Арбалеты играют. Сейчас наиболее популярные это в ЗВЗ. Это Творец Энергии, конечно же. Вот этот вот создающийся луч, который может очень многих игроков задевать, он играется в ЗВЗ. Осадный Арбалет играется в ЗВЗ и в ПВЕ заливать мобов. Легкий Арбалет играется вообще отлично в проклятых подземельях, как и самострелы. Под вопросом обычный Арбалет, который с прицельным выстрелом, с высоким уроном. Под вопросом Плачущий Арбалет, который также играет очень-очень странно, и я его очень редко встречаю в игре. Но и в том числе тяжелый Арбалет, он играет вроде как сейчас ПВП 2 на 2. Так что я могу сказать, что Арбалет отличная ветка для начала, но за исключением пока что вот этих двух спорных оружек, это Плачущий Арбалет и Арбалет. То есть под них нужно будет выбирать какой-то контент, но ветка Арбалета в целом хорошо себя чувствует в игре. Переходим дальше, и у нас на очереди ветка луков. Луки чувствуют себя сейчас максимально, по-моему, тоже хорошо. Можете смело их выкачивать. Обычный лук очень хорошо играет. Вообще это супер универсальное оружие, вот этот обычный лук, он играет и в ПВЕ. Посмотрите, у меня есть билды для фарма соло подземелья, Авалонских дорог, вообще чего угодно. Бурстовый лук, так называемый, да, обычный лук. И в карабтах он играет, везде играет. Качаете, вот можете начинать прокачку с него, и все, нормально будете себя чувствовать везде. Туманный пронзатель, новый Авалонский лук, он отлично себя чувствует в ЗВЗ, в каких-то серьезных ЗВЗ без него не обходится. Воющий лук, вот тут под вопросом, потому что я думаю, что в ЗВЗ воющий лук практически не юзается после выхода туманного пронзателя. Зачем, как говорится, в ЗВЗ использовать воющий лук, как вы видите, его стоимость сейчас всего 26 тысяч, если есть более профитный туманный пронзатель. Я не знаю, я давно уже не видел, чтобы в ЗВЗ вообще использовался или где-либо этот воющий лук. Его Ешка пронзает нескольких врагов, довольно долгое КД, очень небольшой урон на самом деле, и он так пролетает одна стрела, и ты ждешь кулдауна. Раньше это использовалось вместо туманного пронзателя, были такие мушкетеры, которых заряжали, и они пускали эту Ешку. Сейчас он вроде вообще не играет, и брать его с самого начала я вам вообще не рекомендую, очень спорное сейчас оружие. Второе оружие, которое является крайне спорным, это длинный лук, потому что сейчас, учитывая мету, ну, вы можете его использовать на начальных парах, у меня есть билд для ПВЕ, в котором вы можете фармить и прокачивать вашу ветку лука, заливая мобов АОЕшками, это до сих пор работает, но если есть немножко больше денег, вы сразу же пересядете на лук Бадон, и он более эффективный, боевой лук играет, как там, допустим, в опенворлде можно погангать, попробовать в стиле на узко, это такой блогер, который на лучниках играет, посмотрите, и также он играет в караптах, Бадон также играет и в караптах, и в больших, каких-то small scale ЛПВП, Бадон отличный лук, и в ПВЕ его можно брать, вот, шепчущий лук, шепчущий лук себя хорошо чувствует, в принципе, но он менее юзабельный, я бы не сказал, что он прям совсем юзлес, да, как вот, например, воющий лук, вот воющий лук вообще мусор, я могу сказать сразу, а шепчущий лук, он играет в караптах, можно на нем что-то придумать, можно придумать что-то в опенворлде, потому что у него высокий рейндж, и можно очень хорошо кайтить противника, в остальном же тоже играбелен вполне, и того получаем два лука под вопросом, это длинный лук и воющий лук, в остальном же ветка луков отличная, копья, копья недавно бафали, причем в копьях вышло с крайним обновлением копье рассвета, это волонское красивое копье, которое сейчас играет и в караптах, можно найти универсальные билды на нем, и копья являются вообще копья сейчас, наверное, по своей универсальности могут посредоточиться и соревноваться с мячами, то есть, вэшка и выбор вообще набора скиллов во второй способности и подстраивание под разные классы крайне высоко, здесь вам и обратки, и какие-то гарпуны, которые на месте держат, и притягивания, чего здесь только нет, ребят, на любой вкус, все копья сейчас играют в той или иной ситуации, это вам совершенно точно могу сказать, даже трезубец, везде все играет, копья нормально себя чувствует, вполне себе око оружие, переходим дальше, друид, я неспроста сказал, что я не шарю, я не буду говорить, как какие посохи чувствуют себя в хилах, я с уверенностью могу сказать, что друид является одним из лучших оружий для соло игрока в Альбионе, на друиде вы можете фармить весь контент, вообще абсолютно весь контент, вы можете фармить в соло даже каких-то боссов, каких-то аспектов ресурсных, чтобы их потом добывать, как и мечи, я очень многим новичкам рекомендую начинать с древесным посохом, потому что в дальнейшем вы ни от кого не будете по факту зависеть, ну, конечно, вы там один зергач не будете убивать, но весь контент, который там иногда даже группой маленькой нужно забирать, вы сможете забирать в одного, это правда. По поводу друида, я считаю, то, что сейчас играбельные, наиболее играбельные посохи, с которых можно начинать, это древесный посох и друидский посох, они подходят как для ПВЕ, так и для ПВП, по поводу остальных посохов, большая просьба опытных игроков расписать, кому будет нетрудно, кто у меня из постоянных зрителей на друиде играет, для новичков расскажите, какие посохи где юзаются, какие вообще мусор, потому что я не играю на друиде, как видите, у меня даже мастерки слабо прокачаны. Ветка даггеров, ох, как много в этом слове, ребят, ветка даггеров тоже довольно потрясающая тема, как видите, у меня она максимально прокачена, потому что, когда я начинал на новом персонаже, даггеры были муа, просто эффективные некуда, потому что одноручный даггер мог фармить групповые данжи, ставь лайк, если помнишь эти времена, когда брал даггер, ламповый факел во вторую руку, и как настоящий расхититель гробниц фармил групповые в одного. И здесь у нас идет несколько веток, к сожалению, в последнее время даггеры очень любили нерфить, и давайте я буду говорить сразу, кинжал, одноручный кинжал, играет крайне опционально, начинать с него прокачку я не рекомендую, за счет того, что есть много антиконтроля обраток, довольно легко его законтрить, поэтому такое себе. Парные кинжалы это уже мем на самом деле, потому что разработчики оставили работу механики вот этого вот перерезанного горла у парных кинжалов еще во времена альфах, ЗБТ, и парные кинжалы не играют практически нигде, любой более-менее опытный соперник сможет законтрить вас. Парные кинжалы я обожаю, как они выглядят, я обожаю это оружие внешне, но, к сожалению, сейчас они никак не играют, возможно, через несколько лет разработчики вспомнят о них и изменят механику работы. Когти замечательное оружие, которое используется всеми соло-гангерами и гангерами в принципе, поэтому они абсолютно играбельны. Начинать качать ветку кинжалов и мейнить я советую кровопуск, одно из самых любимых оружий разработчиков постоянно в мете, один кровопускатель из ветки даггеров играет везде. Карабты, ЗВЗ, ПВЕ, ПВП, любой формат, кровопускатель, погнал, ганги, херанги, везде играет кровопускатель. Перчатки играют в ПВП один на один в основном, Вестники Смерти также, и Укротители Ярости, как ни странно, оружие, которое вышло не так давно, я не встречаю нигде сейчас, абсолютно, абсолютно неиграбельная волына, не смотрите на то, что они выглядят как катары, у Лу-Лу-Аниме, привет, нахрен оно никому не нужно, эти Укротители Ярости, они не работают, они, я честно не встречал ни разу, напишите, может быть оно где-то юзается, я за все время, вот сколько уже прошло от обновы, ни разу не встречал еще нигде Укротители Ярости, ни разу, даже в городе, по-моему, с ними не стоят, вот, хрен его знает, это такая, но ветка даггеров, она объективно хороша, потому что кровопускатель используется всем, собиратели даже могут на кровопускателе уходить и играть, ну, типа, универсальное оружие, переходим дальше, следующее по списку у нас идет ветка боевых шестов, это инициаторы танки, также для гангов подходит, здесь, в принципе, все играбельно, боевой шест играбелен, Искатель Грааля также играбелен, я думаю, в ЗВЗ каком-нибудь, но насчет него под вопросиком, но я не буду утверждать, я не знаю, Железный Посох тоже можно, Острый шест играбелен, Черный Монах тоже играется, Коса Душ играется, единственный вопрос, который у меня вызывает здесь оружие, это Посох Равновесия, он не играет, как мне кажется, вообще в этой игре, поэтому вот этот вот вид оружия в данной ветке, он неиграбелен, в остальном, боевые шесты отличное оружие, если вы хотите инициировать файты и быть таким танком. Переходим к ветке волшебников, ребят, Фаермаг, Фаермаг, это сейчас среднячок, то есть это не прям вау, топ, я буду рулить, ё-моё, сжигать, сжигаю противника взглядом, нет, это не так работает, Фаермаг, он средненький, то есть это средний класс, который может спокойно убивать, в зависимости от того, на каком уровне вы будете на нём играть, все оружие из этой ветки играбельные, какие-то в ПВЕ, какие-то в ПВП, за исключением, наверное, какого-то адского, ну хотя нет, он тоже играет, все ветки, вот скажу так, средненький маг, всем понятный, новичкам будет легко на Фаермаге вкатиться, он не отличается, наверное, по своему задумке от других, любых Фаермагов в других играх, поэтому Пирамант, ну вообще ветка Фаермага, она вся играбельна, и там в зависимости от оружия просто разный контент будет. Переходим к ветке хила, и вот здесь, ребят, я не знаю, я прошу помощи зала, я не знаю, какие сейчас посохи и как играют, к сожалению, простите меня, но я не играю на хилах, это объективно точно, я вам говорю, к сожалению, я не умею играть на хилах, если кто-то может расписать каждый посох, где он используется, а какие не юзать, напишите, пожалуйста, я буду крайне благодарен, вы поможете новичкам. По поводу Арканы, ребят, Аркана крайне неоднозначное оружие, это оружие саппорта, и оно играется в основном в ЗВЗ, и играется по одной-две штуки на рейд. Скорее всего, вы будете выкачивать эту ветку, я не советую с нее вообще начинать ни в коем разе, это ветка, которую можно выкачать второй или третий, если у вас будет желание, и там уже гильдия вам объяснит, какой именно посох вам для какой ситуации брать. Фросты. Фросты себя чувствуют бесподобно в текущей мете, отличный, хороший класс, стабильный, как швейцарские, надежные, как швейцарские часы, играется, наверное, все, за исключением лавины у посоха Иния, хотя тоже можно что-то придумать с ним в ЗВЗ, также под вопросом заледенелый посох с ледяным адом, да, создает на земле ледяную область, враги внутри замедляются, и это полная хрень, поэтому заледенелый посох единственное оружие, которое можно сказать, что оно прям мусор, остальное все играется, морозный одноручный играется как в карабтах, так и в один на один, а волонский посох вообще одно из топовых сейчас оружий, призма играет и в гангах, и в ЗВЗ, ледяной двуручник также, и большой морозный посох также, посох Иния, опять же, вот этот вот шар ледяной тоже, я думаю, можно использовать где-то, но, как мне кажется, самый мусорный это заледенелый посох. Ну и, наконец, финальное оружие, про которое я хочу вам сегодня рассказать, это проклятые посохи, здесь также все играбельно, под вопросом у меня только посох обреченности, но я думаю, что за счет своей пассивки катаклизма оно будет юзабельно в ЗВЗ, потому что, в принципе, можно что-то придумать и давать, но мне кажется, что посох обреченности самый слабый посох из всех, проклятый череп тоже спорное оружие, в остальном же проклятый посох один на один и лоу скейл вообще, будь здоров, призыватель теней также, хоть и не всегда, но играет в один на один и в лоу, смол скейле, гибельный посох также можно использовать, он такой кайтищий довольно-таки посох, большой проклятый тоже играет и демонический посох тоже играет, вот, поэтому по курсе тоже хорошая ветка для того, чтобы начать. Итак, подводя итоги, дорогие мои новички и обыватели, я жду ваших каких-то корректировок в комментариях, я высказал с точки зрения своего опыта, для того, чтобы новичкам было проще ориентироваться по веткам, что брать в руки, потому что человек, который придет и возьмет парные кинжалы или каменную булаву, обречен потратить свое время впустую, хотя, конечно, ветка ношения прокачается, но я считаю, что лучше стартовать с оружием, которое уже более-менее где-то играется. Лучшим оружием топ-1 для старта я могу назвать кровопускатель. Лучшей веткой для старта топ-3 это ветка друида, для того, чтобы стартовать в Альбионе, это ветка лучника, ветка арбалета. И туда же, наверное, 4 давайте, это ветка меча, тоже хороша. Как вы видите, в игре Альбион онлайн не так уж и много неюзабельного оружия, но тем не менее, оно так или иначе есть. Будем думать, разработчики сделают что-то с этим или нет. Поживем, увидим, как говорится. С вами был Дэйв Джонс, надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал и оставляйте фидбэк. Если будет положительный фидбэк, я сделаю такой же разбор, но уже для брони. С вами был Дэйв Джонс, увидимся на следующих трансляциях, в следующих видосах. Пока, ребята, лайки, подписки. Бэм! Субтитры сделал DimaTorzok